уважаемые друзья всех приветствую на сериале под крышей дома моего дача мечты часть 3 первый сезон серия номер три вот специально я начал снимать не сразу потому что я люблю сразу с порога за дело чтобы было уже что показать помните в предыдущих двух частях вот этот весь конек еще надо было делать и там чуть-чуть осталось вот смотрите у нас вот можно считать 1 такая квадратная позиция под коньком самим и вон там видите он там такой незначительный вот вот он до незначительный квадратик все я специально не хотел отрываться потому что я люблю сразу в бой а потом уже снимать ну технология я не думаю нет смысла показывать укладываете плитку вторую сверху если нужно по толщине у меня 15 значит десятка пятерка раз и прибиваем ниточку туда-сюда по стропилам прибили все вот так выглядит сейчас еще раз пройдусь везде 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 где щелки шо ну грех грешон признаюсь есть грешки про канапачу немножко вот я подготовил уже отходы есть там он еще у нас смотрите сколько отходов раз-два но это все пойдет еще вот фронтоны у нас малый фронтон большой фронтон ну этот дальний уже вдали этой комнатки там он совсем незначительный фронтон такое я думаю как раз вот оставшегося материала у меня на это все хватит все что останется пущу уже на пол как и говорил сюда вот сюда доски тоже в дело пойдут все пойдет тут уже станет более-менее чисто и потом дальше будем планировать как отбивать пленкой это все то есть гидро барьером тоже буду стараться все снимать показывать ну сегодня еще сейчас я пока отключаюсь закончила туда же под крышей под самым коньком вот эти две позиции там остались которые сейчас вот за мной вы видите их и потом уже сниму когда все готово проконопачено и буду приступать как я уже говорил к фронтоном фронтоны и потом буду считать сколько у меня чего осталось вот это план на сегодня и скорее всего на завтра сегодня я уже на фронтоны перейду но я их скорее всего что не закончу мало опыта и сноровки у меня пока что ну я делаю все сам самоучка кто-то что-то подсказал что-то посмотрел здесь в ютюбе подписывался вот на все такие каналы и даже на начинающих таких как я прошу прощения все мне подсказывали чего должно быть чего про нахлёст вот этот стык в стык не должен идти следующий шар плит мин минеральной ваты должен идти в нахлёст то есть там где у вас шов предыдущего слоя на него должна ложиться целая то есть шов на шов не ложится ну и нить это то есть шнур нужен для того чтобы не попадали за вот это время пока я буду еще готовиться к самой гидроплёнки вот как-то так шнур вот такой вот я наверное показывал не знаю вот шнур вот была огромная бобина уже она заканчивается ну я думаю на эти дела мне этого шнура хватит режу я доску себе постелил режу можно на столе подставляю ну достаю вот как-то так ну может у кого есть все такие советы надеюсь что все подписчики а также кто вновь прибывшие подписывайтесь советуйте пишите как вы чем вы чем вы от все-таки минеральной ватой фронтон или достаточно вот так пенопласт и все я думаю будет мало этого особенно на зиму вот это все тоже надо утеплять минвата я считаю пишите ну а потом будем дальше уже планировать планов много а средств мало пока что ну будем надеяться на лучшие времена так я не прощаюсь еще досниму когда уже закончу сейчас пока что отключаюсь но вы не переключайтесь уважаемые друзья всех приветствую на канале дача мечты как и обещал уже когда более менее своды на нашем чердаке будут готовы покажу уже сам процесс ничего интересного я вам скажу да и у меня две руки 3 нету чтобы снимать это все как я делаю а сейчас вот одной рукой хотя бы я держу а 2 показываю вот все готово заложено там по убирать остатки осталось вот там еще остатки есть уберу пройтись еще раз посмотреть грешки подтереть ну и вот этот вот фронтон пенопластовый останется вот это заделать все это подошьется полностью утеплиться под саму вот эту вот балку вот так будет утеплено то есть самого конька здесь не будет вот так вот этого будет просто ровный потолок призма образной такой форме призмы так все сложил аккуратно вот все что осталось из минваты вот такие две стопки это целая это обрезки пойдут все что останется еще от фронтона которые показывал на пол потолок вот я уже показывал тут тоже я навожу уже порядки пол потолок вот это небольшое пространство пол потолок сейчас я занимаюсь вот укладкой оставшиеся минваты вот сюда опытные строители называют это место more lot more lot вот закладываю этого будет достаточно вот как раз с стеной ну и все потом можно переходить на пленку подбивать пленку как я буду это делать вкратце тоже и сниму и расскажу если кому-то надо подробно даже в комментариях могу словесно описать все подробно вот это для меня пока остается неизученным искусство овладевание вот таким вот фронтоном переходным это тот дальний малый фронтон я туда уже заложил минеральной ваты тоже обдумаю пока как его оформлять там скорее всего почти под сам этот будет под потолочек тут невысокий потолок будет и окно край окна верхний от потолка будет недалеко главное чтобы открывались рама ну там посмотрим светильник будет либо тут либо боковой это будет комната отдыха тут скорее всего будет стол стол стулья а вот сама комната уже будет вот это здесь это будет комната там где еще не готов пол потолок это будет своего рода коридорчик тут подниматься вот здесь где-то будет выход с первого этажа сюда лестница люк будет под лестницу и вот здесь скорее всего будут подсобные шкафчики всякие кладовочка такая своего рода ну и выход я же уже повторюсь с первого этажа сюда это все вон там маурлат еще мне надо закончить утеплить это же будет с утеплением все готово вот это самое главное для меня пока сейчас проблемная вот этот уголок этот полу фронтон я наверное все таки наращу вот так еще одну стропила туда и вот так пущу одну балочку или балковые планка перекрытия такого так и уже там утеплю тоже это все ватой и уже первый сериал утепление минватой у нас подачи мечты будет закончен потом мы плавлен плавно переходим ко второму сериалу то есть ко второму сезону нашего сериала дача мечты именно сама дача как здание это подбивка закрепление так называемой пара пленки гидробарьер пара барьер я пока в них путаюсь ну мне подсказали какой рулон уже рулон уже ждет внизу я достану и будем вырезать замерять и подбивать пленку все буду подробно рассказывать не переключайтесь ну а в этом видео посвященном завершению утепления минеральной ватой я буду заканчивать пока что это я изучу уже с понедельника закончу тоже коротенькое видео засниму и это уже будет видео последнее по минеральной вате по утеплению второй сезон будет уже пленка закрепление и или подбивка пленки монтаж пленки вот такие новости у нас на даче мечты пока что я как карлсон живу под крышей эти три дня с вами был сергей пишите жмите лайки поддерживайте комментариями делитесь в комментариях своими опытами как у вас что я делаю так что не так чтобы вы посоветовали может еще добавить пока до следующей недели я успею почитать ваши комментарии может что-то изменить может где-то что-то как я уже сказал а добавить или может что-то лишнее еще есть возможность убрать буду рад вашему полезному совету ну вот такие вот у нас дела это было 30 31 мая последние два дня весны и поздравляю вас с наступлением лета уже первое июня лето жара у нас невозможно открываешь окна сквозняки продует все кричат родные поэтому я стараюсь аккуратно берегите свое здоровье с молоду ну и как всегда желаю вам по традиции мирного неба чистой воды и никакой беды хороших урожаев на ваших дачных и приусадебных участках всем спасибо за просмотр пока удачи всем